добрый день друзья вы на канале тактик медиа с вами я михаил тимин сегодня у нас в гостях военный историк исследователь обороны брестской крепости ростислав алиев ростислав привет привет приветствую приветствую михаил приветствую уважаемые слушатели и зрители при сегодня москве оказался по поводу одного очень интересного события в котором я тоже немножко даже вчера поучаствовал ну так ну да ну конечно я бы хотел сначала как бы носитом традициях по одной популярной передачи телепередачи привязать привет своей малой родине нас смотрят я знаю в каштовке но сибирская область привет каштовка еще хочу придать привет деревня сергеевка каштовского района новосибирской области вот теперь да а теперь собственно говоря наши наши это с этим военной истории и так вчера состоялся примерный показ нашего фильма нашего проекта как сейчас модно говорить 75 минут брестской крепости собственно говоря об этом фильме мы говорили уже в этой студии да то есть о чем он напомню вкратце я считаю что феномен который мы знаем под именем обороны близкой крепости был обязан одному очень важному событию то есть разгрому ударный групп 45 пехоты дивизии на территории близкой крепости их молниеносный разгром в общем-то сорвал план штурма так началась оборона близкой крепости то есть именно вот этот факт был ключевым то есть разгром был молниеносный я считаю что в наши с нашей стороны советской стороны в нем приняло участие значит минимальное количество людей то есть ну скажем так несколько героев чем у меня и заинтересовал ты попытка понять что же случилось какой в общем-то какой эпизод как чьи действия привели к тому что вот брестская крепость действительно стала таким важным элементом вот этого нашего советского военного эпоса вот об этом собственно это фильм реконструкция фильм попытка понять что произошло то есть есть некая авторская версия ну вот и соответственно эта версия экранизирована ты выступил автором сценария я выступил автором сценария ну изначально он предполагался как некий такой скажем так bbc формат да то есть не говорящие головы там небольшие художественные вставки там 3d потом значит все таки в год от году фильм снимался несколько лет с 18 года это все расширялось но вот таким образом получилось несколько то скажем так расширенный bbc формат поэтому что уникальные образцы значит техники там оружие то есть ну снимал фильм снят творческими скажем так творческими людьми да то есть они не никакого финансирования не было лавры голливуда мы не претендуем но я хотел чтобы было более-менее понятно ну я надеюсь кто-то что-то понял может быть и ты мне фильм очень понравился я вчера высказал свое мнение по вас после просмотра собственно говоря самые лучшие только впечатления остались но и да ты правильно сказал там и техника участвовала аутентичная я так понимаю вячеслав лент тоже который был в этой студии и мы были у него в гостях собственно говоря то есть танки т-38 бронеавтомобиль боа-10 зпу на забил на полуторке все подлинное все можно сказать все настоящее да пулемет ds кто кто я не ради я не я не видел чтобы где-то еще использовать значит применялись но самое главное чтобы действительно было понятно то есть но я скажу вообще как бы канву да то есть значит штурмовые отряды вошли да и оказались уничтожены а самое главное еще как я еще писал далеком 2008 году для немцев было бы предпочтительнее что если бы они были уничтожены они были рассеянны по территории крепости став такими своеобразным живым щитом то есть значит немецкая артиллерия она не могла туда стрелять и потому что и не в центр да это она не могла стрелять и соответственно это раз второе значит шли бесконечные выходы в эфир спасите спасите знаешь на 1 жгут на жгут приходилось лихорадочно предпринимать попытки деблокирования что тоже вело к потерям и конечном итоге параллельного духа то есть они были разгромлены почему значит фильме вот предлагается но изначально может быть хотели даже три версии снять но понятно что это бы окончательно запутала значит зрителей то есть версия о том что как они были разгромлены возле перекрестка дорог на северном острове крепости потому что им не повезло оказаться в ненужном время ненужном месте потому что в это время там выходили боевые группы 125 пехотного полка стрелкова стрелкова конечно да значит 125 стрелкового полка то есть особенностью было вообще вот ну полк я сюда все время привожу пример пример он как боевая единица вам себя показал образцово я сейчас вот честно говоря не помню что кто-то вообще из полков вот так вот применял свое штатное значит тяжелое вооружение установки пво то есть но как шилка ну ты знаешь да что такое то это это грозное оружие собственно говоря значит тут они стоят на перекрестке к перекрестку идут установки зпу 125 полка значит и уничтожает все на своем пути самое забавное что значит судя по всему вот у нас есть воспоминания вот пара там водителей этих установ машины они даже сами не знали они что что они сделали то есть они умерли там может быть неведении что они изменили это первая версия вторая версия назовем классической значит это версия то что вот немцы были уничтожены огнем из восточного форта версия тоже имеет право на существование то есть те кто видел там экскурсии я прихожу да я показываю окопчик откуда велся огонь да то есть максим на зенитной ты как называется на надо на зенитной установки то есть не с четверенной не путать а просто вот на зенитной установки да да третья версия он такая экзотическая но она так слабо но на всякий случай надо иметь ввиду что как раз если вы помните то есть тоже такой хрестоматийный пример брони выход бронетехники из цитадели на северный остров как раз на ее пути вот был вот этот немецкий отряд и техника тоже его противотанков средства них не было она тоже выкосила пулеметным огнем ну может быть и так может быть вообще все три версии сошлись в одном месте может быть там кто-то начал все говорят есть еще и четвертая версия то есть и 5 но вот в принципе вот эти три основные то есть мотивасян упоминает о разговоре немецкого отряда защитники восточного форта говорят мы покосили их на перекрестке все сходится а пвошники скромно молчат но я почему-то считаю что это они вот но вот как-то так до таких ситуациях конечно вот жаль что естественно не могло остаться в такой ситуации советских документов исчерпывающих по этому эпизоду есть воспоминания есть воспоминания то есть есть воспоминания на самом деле как раз знаешь с точки зрения скажем так даже даже тактического уровня но это был всего лишь эпизод который был к мало мало интересных документах вряд ли был бы отражен но воспоминаниях в принципе он все есть потому что я как будто мантра продолжаю твердить да то есть дайте мне доступ значит к архивам я там переверну да вот то есть я уверен что воспоминания есть потому что ну вот ну буквально вот случайно да допустим вот это там уже фильм тоже доделывался значит девять месяцев назад там поступили воспоминания еще одно человека и он говорит что вот действительно мы там с ручными пулеметами увидели немцев на перекрестке открыли огонь то есть это вот так называемая четвертая версия то есть просто несколько пулеметчиков непонятно откуда нет будут воспоминания я уверен что что то есть то есть там это но этот этот момент вполне можно восстановить ну вот так вот очень круто да и ребята реконструкторы неплохо поработали там тоже пошли в образ вошли в образ да спасибо товарищам которые взялись за это и довели до конца это конечно тоже такой пример в наше сложное время сгромоздить на себя такую ответственность тащить это все вопрос о выходе фильма на широкий экран он будет значит решаться владельцем продукта но я не знаю ким будет их решением может быть вполне у его увидит широкая публика но мы постараемся заманить так сказать этих людей к нам в студию чтобы тоже поговорить у меня только положительная эмоция игры наверно за последние лет десять точно я ничего даже близко не видел ну спасибо первую очередь я считаю что это заслуга сценариста да спасибо будем говорить что это ты мне сценарий понравился самому да слушай мне с самого начала понравился сценарий да конечно что кто-то я появился что я не помню кто кто меня на этот оттолкнул то есть но вот где-то в пример в декабре семнадцатого года он был создан то есть так слово за слово вот пожалуйста сохраним интригу не будем больше рассказывать там всяческие детали но просто чтобы потом людям было интересно там есть и художественные ставки там даже если лирическая линия суши мне там понравились конечно вот как выведены некоторые персоналия практически как художественном фильме да очень классно прорисованы да такие харизматичным обладанием чем снимались непрофессиональные актеры но вот ну просто я вообще кстати говоря да вот вне заведения вне военной истории я вообще стал верить больше почему-то в непрофессиональных актеров мне кажется вот за этим будущее помнились к этому нескольку так передовых западных режиссеров которые просто снимали людей но студентов и отлично получалось но на что так вот может быть мы следовали этим же путем фильм есть твердый крепкий сценарий есть хорошая техника есть работа интересных несмотря на то что не профессиональных но актеров плюс естественно вставки с ростиславом еще с несколькими историками которые там поясняют некоторые моменты ну такой крепкий хорошо сбитый документальный фильм понятно что какие-то недостатки есть опять же прямо скажем потому что ну денег явно не хватало на все то есть можно балкать чуть-чуть побольше графики 17 миллионов долларов но как говорится даже с тем с теми возможными что есть на мой взгляд прям отлично поэтому если будет все-таки какое-то решение как то это будет прокатываться я думаю что люди будут очень довольны будет и все эти все будет очень интересно и большинство людей зайдет хорошо спасибо спасибо тебе еще раз эти поздравляю отлично вот давай может быть еще поговорим какие еще новости и новости но 22 год оказался значит урожайным несмотря на то что год тяжелый да да вышла книга танки при обороне близкой крепости и вот у нас насчет этой книги я хотел бы значит ну в лучших традициях то есть банку с огурцами я тебе не привез но на самом деле я хотел бы тебе первых сказать спасибо за твой проект потому что ну действительно я вот и удивился что он его смотрит скажем так даже в отдаленных сибирских деревнях это на самом деле я то есть не вот это сибирь с нами до сибирь с нами то есть это на самом деле это раз второе после того эфира света на меня вышли несколько людей чье знакомство с ними оказалось мне действительно полезным это это ты 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 помог то есть мы перевели полностью книгу радио переговоров то есть до до сотрудник значит сотрудник тверского сотрудница тверского государства университета уникальное знание низкого языка там все вплоть до до запятых то есть этот источник этот источник на самом деле переведен сначала 1 1 девушка позвонила да потом девушка нашла вторую девушку а потом уже значит там консультации с профессором то есть но на самом деле вот книга радио переговоров переведена немцы не смогли перевести книгу радио переговоров но она пишется во время боя наши отечественные значит переводчики и и перевели но я считаю это достижение это достижение благодаря тебе и наконец книга танки при обороне брестской крепости она тоже обязана вот твоей кстати передача то есть вскоре после эфира значит позвонил актера скробыч это исследователь санкт-петербурга завязал завязался значит разговор он кинул несколько очень интересных идей по поводу танков то есть самая основная вот идея которая она кажется обманальной но на самом деле она вот это вот пример разорения и так броните именно использование бронетехники защитниками брестской крепости обозначает ключевые моменты и направление боя смотри где подбита бронетехника смотри где значит где она стоит как она стоит кто ее подбил и ты сможешь воскресить бой потому что бой вообще вот велся может быть и ведется да то есть именно за за выведение строя тяжелого вооружения понимаешь да то есть ты выбиваешь противника ключевое вооружение после этого ты его до добиваешь вот принципе простейшая мысль и она привела к идее она привела значит к этой книге потом действительно ведь я понял что у нас огромный есть массив который мы не разобрали это фотоснимки подбитой техники потому что они там не для немцев ну что что было интересно сам это подбитую технику надо было ее идентифицировать надо было эти снимки привязать к местности надо было надо было это объяснить значит надо было подробно тщательно описать там вот все это. И мы сделали эту работу. Я хотел бы помянуть человека, жителя города Москвы, Иван Краснюк, заведующий кафедрой. Московский моделист. Без этого человека тоже это бы не сложилось. Та же, как и без твоей ютуб-передачи. Гигантское просто трудолюбие. Мне так и не суметь. Каждый бронеобъект присвоен порядковый номер, нанесен на схему. Подробно описан. Типа повреждения. Моделисты поймут, да, там, как модель техники, где что, какие там особенности. Там, не знаю, там Краснюк оказался абсолютно неист. Значит, то есть, собственно говоря, то, что хотели сделать просто как статью, в итоге это выросло в книгу. Итак, мы просто описали каждую единицу, каждую единицу бронетехники. Значит, Краснюк утверждает, что он нашел даже ту бронетехнику, которую никто не знал. То есть, ну, тоже там, где-то по китам светотеням значит, описали типа повреждений. И на основе вот этого я уже сделал текст. И ты знаешь, я могу сказать, что это, ну, это мой лучший текст сейчас, вот на сегодняшний день. То есть, там действительно, там, ну, там проработано. То есть, я могу этот текст вот сравнить, то есть, мне нравился, скажем так, заключительная часть вот штурма Брескрепости, да, там вот это выводы, да, там действительно все очень четко мне сам до сих пор нравится. И вот этот текст, да, действительно, я его очень долго писал. То есть, казалось, я никогда не закончил, но использование танков. На что это указывает? Это указывает на несколько вещей. Первое. На более активное сопротивление, более организованное сопротивление. Ты понимаешь, что такое вывести танк? Это не дубину схватит, да, там, как у нас там показывают, там, фильм, такой он, там, 59-го года, там, схватив там табуретку, помчались на врага. Нет, танк нужно заправить, то есть, там, масло, там, аккумулятор поставить, там, что-то там завести, там, подготовить и поехать. Это, 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 там действовала, значит, даже группа бронетехники. Это раз. Постоянные зрители, так сказать, знают, да, что я называю тот период оборонной крепости, так называемым, временем Атлантиды. То есть, мы ничего не знаем, кто фактически, то есть, и, к сожалению, фамилии я не могу пока называть, но в этой книге я привожу вот несколько эпизодов именно такого согласованного боевого действия. Надо было организоваться, да, то есть, надо было, надо было атаковать, это было очень сложно, то есть, это было временно, действительно, некоего высшего командования, неизвестного нам командования на сегодняшний день, возможно. Второй момент, на что можно обратить внимание, как раз немцы, со своей стороны, они говорят об активном использовании русскими, значит, бронетехники, там, в крепости стояло 35-40 танков. Наши про это ничего не пишут, особенно в позднейших исследованиях. Вот ранний, да, если кто-то там, значит, ценитель, да, он там, книжка, допустим, 55-го года, там, и объятый пламенем танка атаковала безумевших фашистов, что-то такое, то есть, а потом все упоминания о том, что, собственно говоря, Брестская крепость активно обронялась при помощи бронетехники, они исчезли из эпоса. Вот. Соответственно, вот такая вот несправедливость была, значит, ее, ну, ее, историческая неточность, ее нужно было устранить. Брестская крепость, особенно в первый день, в первые часы, активно использовала бронетехнику. Для борьбы с пехотинцами, значит, это было достаточно серьезным, как бы, аргументом. Что еще можно отметить? Большая часть техники, то есть, мы посчитали там все, вплоть до мелочей, приняла участие в бою. Это значит, что не пострадала техника, стоявшая на площадке, по которой наносился удар тяжелой артиллерии. Вот тебе и к нашим, к нашим вечным спорам, артиллерия против танков. То есть, техника фактически не пострадала. То есть, тягачи не пострадали. Тягачи, даже легкобронированные комсомолецы, это тоже бронетехника. Вот. БА, то есть, фактически не пострадали. То есть, хотя, говорю, тяжелая артиллерия там отработала. Вот. Не пострадала, значит, вся инфраструктура. То есть, запасы бензина, масла там, боеприпасов и все остальное. То есть, это, говорю, ну, действительно, после даже такого тяжелого артудара, значит, техника, ну, она воевала достаточно сильно. Техника должна атаковать при поддержке пехотных подразделений. То есть, сам по себе танк Т-38, ты понимаешь, что просто с него может топором за ним охотиться. То есть, если бы при поддержке пехоты согласован, скажем так, как это называется, комплексный подход. При комплексном подходе это могло бы стать действительно серьезным оружием, но не стало. То есть, немецкие колотушки, одна колотушечка, она, значит, фактически перебила, судя по всему. Имеет 37-мм противотоковое оружие немецкое. Да, да. И, соответственно, немцы упоминают о том, что с их стороны активно действовали гранатометчики. Ну, у немцев же и ПТР еще были. Там, скорее всего, тоже их использовали. Я не рассматриваю, что на 22 июня в немецких пехотных полках были ПТР, а в советских, соответственно, стрелковых полках, стрелковых дивизиях такого оружия еще не было. В 45-й пехотной дивизии совершенно четко было ПТР, потому что у нас есть опись имеющегося вооружения. Да, там ПТР и значатся. И более того, тоже Краснюк там, значит, при помощи там лупы и долгого времени, он нашел нечто на тех же самых бронеавтомобилях, что напоминает, значит, пробитие ПТР. Совершенно новый эпизод обороны Брескрепости. Танки бронетехника. По-новому раскрыт. Да, это тягачи, это бронеавтомобили, это танки Т-38. То есть, вот я не утверждаю, что какую-то конечную истину нашел, но я постарался сделать канву, на которой потом уже можно набрасывать какие-то новые факты, модернизировать и так далее. То есть, там таблицы, все там, ну, просто, ну, вот цветные таблицы. Ах, красота. Ну, и приятно, что и в фильме тоже эпизод с танками и с БТР обыгран тоже хорошо получилось. Очень бы неплохо было провести с тобой стрим, где можно было одному из наших, так сказать, спонсоров подарить книгу, скажем, с твоим выпуском. Да, 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 ну, если ты будешь не против, если получится, давай проведем. Сейчас? Нет, в ближайшее время, ты же не уезжаешь еще из Москвы. Ну, ближайшие два дня еще. Ну, подумай. Да. Если получится, можем. Можем повторить. Да, да. Ну, слушай, еще что нужно сказать, еще, да, третий момент. Это, скажем так, ну, поиск защитников, в том числе их останков и увековечивание защитников. То есть, работа, на самом деле, она ведется и в этом ключе. Какие проблемы стоят, да, то есть, ну, по-прежнему в этом году там опять работали поисковики. Их работа пока не приносит должного удовлетворения. То есть, я напоминаю, что я считаю, прошу это внести в протокол, что значит, что в районе музея паровозов, значит, находится крупнейшее захоронение защитников Брестской крепости. То есть, о чем я постоянно говорю. Это место не обследуется. Хотя единственное место, которое указывает участок, значит, массового захоронения, скажем так, неких трупов, да, это именно восточные станции Брест-2. Я еще в 2008 году, вот, фраза из штурма Брестской крепости, кто эти люди, почему их так много в этом месте. Это единственный участок, который оказывается, раз. Второе, было привлечено не один, а два подразделения, значит, там, истребительно-противотанковые, значит, были отвлечены. Наверное, там проблема серьезная была. И третий батальон, там, 130-го полка. То есть, два подразделения хоронили трупы. Их хоронили в два дня. Вот, ты представляешь, сколько там лежит должно. То есть, два дня, значит, они хоронили, это продолжает там лежать. Я считаю, что, да, оно-то находится там, потому что у нас из тех списков скрытых захоронений, которые у нас есть на сегодняшний день, об этом захоронении ничего не говорится. Они там лежат. Второй момент, это захоронение на Южном острове. То есть, вот, есть вещи, которые, да, там, ну, допустим, меня волнуют больше всего в истории Брестской крепости, потому что они, действительно, они полностью неизвестны, да. То есть, это вот так называемый индейский прорыв, прорыв в ночь на 24 июня, на котором мы не знаем ничего, кроме одного, что они шли через наши позиции, как индейцы в темноте. Кто были эти люди? Ну, мы не знаем. Есть, конечно, версия там. То есть, от немцев говорят, что они шли как индейцы. Да, вот откуда, отсюда индейский прорыв. Он был, он отражен в документах, он отражен в воспоминаниях. С нашей стороны, что это, то есть, и о чем говорит, там есть очень интересные несколько моментов. Есть ДОТ, как раз в этом направлении, да. Так он, ДОТ, значит, он несет следы повреждения. Следы повреждения. То есть, и он, судя по всему, если как, ну, мое личное предположение, пусть романтическое, это следы индейского прорыва. Их загнали в ДОТ во время прорыва, значит, и там их добивали. До момента первых минут войны он находился в немецком тылу. Но в нем следы боя, значит, там кто-то оборонялся в немецком тылу. Второе, значит, вот черепа выкатываются, да, один за другим. То есть, как раз на этом месте, на котором, вот я, как я предполагаю, значит, шли вот эти, ну, назовемых индейцами, да, ночные бойцы. Значит, сначала выкатился один череп, значит, потом выкатился второй череп, потом там что-то еще, еще найдено, потом какая-то непонятная, то ли пуговица, то ли что. То есть, это, ну, это знатоки знают, да, это вал Южного острова, идущий параллельно реке Бук. То есть, как я считаю, они либо прикрывались этим валом, либо просто они там, ну, вот как-то погибли. Ну, я думаю, что там тоже есть, значит, захоронение, и даже, ну, вот две недели назад на интернет-аукционе всплыла, значит, очередная порция немецких фоток. Опять мне нужно прибегнуть, значит, к помощи сотрудницы Тверского государственного университета. Там вот тоже рукописная подпись, да, и там, соответственно, тоже самое, значит, написано, что здесь погребено несколько, значит, погибших русских. Этот снимок, он показывает именно тот участок, про который я сейчас говорю. То есть, вот таким образом. Еще хоть хочется, ну, и упомянуть, да, то есть, то, что ведется борьба за присвоение одной из улиц в селе Леваши, Левашинский район, в республике Дагестан, имени, значит, Баганда Зельпукарова, настоящего героя Брестской крепости. Вот я, вот есть, понятно, защитники Брестской крепости, а есть герой Брестской крепости. Баганда Зельпукаров, я его вижу в числе, значит, первых пятерки, об этом тоже говорю, но пока эта борьба не приносит должных результатов. Я передаю привет Левашинскому району тоже, республике Дагестан. Да, привет, конечно. Вот, но не знаю, может быть, отступиться, значит, Бог, как говорится, не хочет. Вот, но, тем не менее, вот тоже вот такое направление работы. Ну, вот пока. Очень круто. Ну, стараемся. Спасибо большое, под впечатлением от кино, спасибо тебе за твою работу, спасибо тем людям, которые тебе помогают, тоже молодцы, конечно. Полагает очень много, да. Так что будем надеяться, что стрим состоится. Спасибо. Продолжаем работу. Спасибо большое вам, друзья, что смотрите нас. Видите, вот как помогает канал Тактик Медиа, это, конечно, не моя заслуга, а заслуга канала. Так что... Да, очень помогает на самом деле. Спасибо большое, до новых встреч. Может, в следующий раз мне все-таки привезти тебе огурцы, что там в Сибири у вас привозили. Огурцы, патиссоны, пожалуйста. Всего самого лучшего, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok